Всем доброго утра! Ну как, утро-то уже не совсем раннее, но еще утро. Десятый час. Мы с Катей собираемся на анализ и попутно выбросить мусор, потому что его опять накопилось много. Смотрите, как солнечно у нас сегодня. Прямо классно. Прямо вообще супер. И пока Катя таскает мусор, я снимаю для вас начало влога. Вот как раз. У Кати хорошо получается. Все, все забрала. Так, нам с тобой сейчас надо будет коробку лучше туда, вовнутрь, наверное. Сейчас мы будем это все соберем. Сюда мешки. Кошки постарались, подрали мешки. Или это собака. Сегодня вообще Саша, точнее, вчера Саша забыл закрыть калитку. Возможно, у нас в гостях были чужие собаки. Так, теперь надо открыть заднюю дверь, наверное, да. И я поставлю коробку. Машина грязная. Но сейчас сил нету ее мыть, вот если честно. Давай-давай-давай-давай-давай! У тебя получится! Тигр, здравствуй! Мусор. Все. Так, давай, не отвлекайся. Пока Катя не дост анализ, ей нельзя пить чаю. Поэтому нужно поторопиться. Садись. Потом еще к бабушке на кофе из какао заедем. Да. Ой, мы еще сегодня спим. Решили проспать все на свете. Но бабушка не дала. Звонит. А вы про анализ не забыли? А все дрыхнут. Я дрыхну. Саша дрыхнет, естественно. Он всегда дрыхнет. Вот. Катя дрыхнет. Лизка тоже. Мой телефон вырубился. Миша зовет тебя. Чего Миша меня зовет? Мишка, что ты зовет? Мишка опять капризный. Я не могу. Пойду выяснять, что ему надо. Что за заплаканные глаза? Он не хочет у меня оставаться. Мишка, мы едем быстренько сдать анализ. Чего? Почему ты не можешь? Нет, никто тебя не обижает. Миша, мы съездим на анализ по-быстрому. Пожалуйста. Нет, я не буду тебя в больницу брать с собой. Мы поехали. Слезы, горе, груз, печаль. Может, он просто соскучился по тебе. С утра уже успел соскучиться? Блин, у меня бензин кончается. Пора, на запраску. Все хорошо. Все хорошо. Ладно, поехали. Сколько у нас градусов? Катя, у нас 16 градусов. Прикинь. И мы едем большим красивым кругом. Так, мы приехали опять в клинику выздоровления на платный анализ. Сейчас, надеюсь, по-быстрому сдадим. Потом выбросим мусор. Купим собаке поесть и заскочим к бабушке на кофе. Вот такой вот у Светы план. Поделитесь вашими впечатлениями. Какими? От анализа. Уже не так страшно? Ну, голова уже не так кружится сильно. Ну, это от страха у тебя, видимо, она просто кружилась. Снимай маску-то, так и будешь подбородок поддерживать. Сейчас, конечно, с Катей едем мусор выбрасывать по-быстрому. Ватку тоже можно в мусор закидать. А, вон там коробка стоит. Вон, в нее закидывай. Попала? Выпрашивает шоколадку у меня? Да. В качестве поощрения. Хитрюша. Тусуюсь около магнита. Жду Катюшу. Катя пошла за шоколадкой. Сейчас посмотрим, что она выберет. Дала ей сотку. Пускай выбирает. Интересно, что выберет. Так, дядька идет какой-то. Вон Катя идет. Вон она, Катя. Купила. Милку, похоже, купила. А нет, Россию щедрую душу. Сэкономила. Не стала всю сотку тратить. Красивую какую-то купила. Что купила? А, Максибор. Это то, что мне по карману было. В смысле? По карману. А там вот этот только 82. Остальные все в большинстве больше 100. Да. Представляете, приехали к бабушке облом. А бабушка в магазин ушла, похоже. А у нас, между прочим, 19 градусов. А у нас сегодня вообще лето. По сибирским меркам. Представляете? Уже 20-х скоро будет. Некоторые даже, возможно, сегодня будут купаться в море. Ну, те, которые холодно не боятся. Постоянно такие ролики появляются. Когда вот такое потепление. Прикиньте, в декабре 19 градусов. Это же круто. А у нас, между прочим, воскресенье. А мне, между прочим, все равно надо будет работу сегодня доделать. Правда, не сильно много. Я сейчас нарисую этикетки. Напечатаю их. Наклею на оболочки, которые я вчера расфасовала. И надо это все дело сфоткать. А товары доделывать буду уже завтра. У меня еще и заказ прилетел на реквизит и на порошочек. Такой, мимо озона, как говорится. Мой напрямую. Тоже в воскресенье. Но это я сама немножечко протянула. Меня спрашивали еще в пятницу. Вечером. А я только сегодня утром доставку посчитала человеку. Поэтому получила заказ в воскресенье. Все нормальные люди в воскресенье отдыхают, а свет работает. Что за непорядок? Скажите мне, что такое? Ну что такое? Прям рвется ко мне. Ой, да вообще. Кажи, как хочется. Как хочется то, что ты положила. А я вон что положила. Да? Вон что я положила. На. На, забирай. Утаскивай. Джинка, на ступеньках не ешь. Пошли. Она голодная. Пошли. Конечно голодная. И эту я тебе сейчас положу. На. Куриные каркасы у нас продаю по 75 рублей. Я ей покупаю. Сейчас тебе еще голову положу, но не на камеру уже. Куриные тоже. Вкусно так как. А ты куда лезешь? Тоже хочешь куриные каркасы? А у меня завтрак. Не очень полезный, но очень-очень вкусный. Путербродики с чеечком. Приятного аппетита. И Жорка уже запустила. Жорка уборкой занялся, пока я кушаю. Вот он. Катается. Полку стирает. А я ему не мешаю. Я еще проводила у вас урок по снежинкам. Помнишь? Нет. Нет? В четвертом классе, по-моему. Я думала, не помню. Какая у тебя память, а? Ага, мы не пущем. Лизка занимает мой компьютер. Лиз, я бы хотела, чтобы ты меня пустила. Я бы чего этикетки делаю. Мы с папой фильмов насмотрели. Папа спать. А я работаю. Ай, ты купай. Ну, папа сейчас пойдет. Решай с ним, включился он или нет. Я не знаю. Сейчас вернусь. Ты давай все убери. Лишка тоже снежинки режет, да? Покажи нам снежинку. Вопей. Не-не, рано еще, рано. Надо сложить. Ой, какая красивая, да? Давай я тебя сложу? Да. Разные фигурные делай. Можно, например, прорезать вот так вот. Стой! Не порезди я. Нет, ты меня не порез. Ты можешь меня только уколоть или поцарапать. В общем, у нас день снежинок у детей. А я сейчас буду делать этикетки работать. Мишка, что ты даже одну бедрышко не доел? А? Пол бедрышка только съел. Мишка со мной ест паровые. Все остальные едят жареные. Кто сглупил и не спинул данные? Я. Телефон опять у Лизы не включается. Да. Сейчас папа его обнулит. Но зато будет много места. Зато будет как будто новый телефон дали. А старый потерялся. Утонул. И восстановить данные не как. А меня ждут мои оболочечки. Силозная пленочка. Красотища. Сейчас буду делать. Как же это долго. Еще и фотошоп ругается на меня. Не хочет делать так, как мне хочется. Из двери слышу мирный зам Саши. Только второй комплект этикеток делаю. На каждый товар 4 этикетки. С разным метражом. И вот он не хочет копироваться. Вообще не хочет. Ладно. Все хорошо. Сейчас все будет хорошо. Сделала я временные файлы. Печать этикеток. Вот такие простенькие этикетки делаю. Не заморачиваясь пока сильно. Что-то как-то это. Вроде не так много сделала. А мозг кипит. Они все время продлевают черную пятницу на озоне. Это капец какой-то. А на улице температура, похоже, потихонечку падает. Уже не так солнечно. И время почти 4 часа. А еще я сегодня везу Сашу на работу. Это значит, что завтра мне надо будет его забирать. Что-то мне как-то погрустнело. Ничего еще не доделала. Все идет очень медленно. Сегодня я точно не запущу в продажу товары. Мне надо еще над этикеткой наклеить. Еще надо все сфоткать. Все так медленно. Все так не быстро. Кстати, если кто-то из вас хочет стать продавцом на озон, то я могу вам дать реферальную ссылку. И вы получите, став продавцом на озоне, по моей ссылке, вы можете получить 5000 рублей на продвижение на озон. Если кому надо, пишите в комментариях. Дам ссылочку. Такая вот акция у озона есть. Приглашаешь другого, ему дают на продвижение. Ну и тебе тоже, конечно же, дают. И мне тоже плюс будет. И мне поможете. И себе поможете, и мне поможете. Так что, если кого интересует, пишите. Поделюсь.